Всем привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет! И сегодня продолжается наш четвертый день в Чангмайе. Путешествие продолжается! И в этом видео мы хотим съездить в тоннельный храм. Мы узнали, что здесь, в Чангмайе, есть удивительной красоты. Такой темный тоннельный храм. Храм в тоннеле. И сейчас мы хотим его посетить. Мы, конечно, не знаем, получится ли у нас, потому что там здоровенные тучи или такие. Мы сейчас приехали к Стасу. Мы будем поехать все вместе. Да. Открывай Стас. Пойдем посидеть. Стас, пойдем в тоннель. Привет! Всем привет! Привет! Вечное Лето здесь, здесь, с ней. Саша и Света. Привет! Такие тучи здоровья. Мы в сборе и отправляемся в тоннель. Мы заехали на территорию этого храма. И нам осталось немножко доехать до нужного места. Поехали с нами. Ой, блин! Всегда сползаю, когда останавливаешься. Сейчас мы найдем, где находится этот туннель. Естественно, покажем его вам. Вот так вот мы тут ездим, надеваем очки, чтобы мухи и камни не попали в глаза. Да, и сейчас мы переключимся на входчик, чтобы качество было получше. Да, мы сейчас будем в крутом качестве. Храм называется Ват Амонг. Вот на входе здесь такие скульптуры. Отвалилась рука почему-то. Видимо, старые такие монументы. Здесь у нас какой-то, видимо, монах. Это король Манграи. Интересно, кто это. Картинки какие-то. Здесь очень убрано и красиво. Это что? Какая-то картина? На Глене, наверное, старая. Это что за тоннель интересный? И в конце какой-то мужик. Друзья, я не знаю, что здесь за скульптура, поэтому не спрашивайте, а что это за мужик? Мы понять снимем. О, корова. Ух ты, смотри, какая древняя плита. Она прям позже древности. Прикоснулась к древности. Что здесь написано, друзья? Вы знаете тайский? О, я вижу тоннель. Вот он где. Тут три тоннеля. В какой входить? Вдруг я не в тот войду и теперь тут. Либо замуж выйдешь, либо богатым станешь, либо умным станешь. Куда идти? Видно, что строение очень старое. Возможно, здесь есть дата. Кстати, есть на английском. Если хотите, можете почитать. Вот я вижу, есть 1297 год. Видимо, этому строению уже почти тысячу лет. А здесь есть RQ-код. Можете его ввести и прочитать. Храмов в Таиланде много. Все они красивые, но похожие. А Ватумонг – это что-то уникальное. Такого храма больше нигде не увидишь. В переводе название Ватумонг означает «храм-туннель». И действительно, этот храм находится в туннеле стены. Место достаточно интересное. Внутри есть специальные места для молитвы, повсюду статуэтки Будды и атрибуты буддизма. Все, мы заходим в туннель. Храм в туннеле. Я первый раз в жизни вижу храм в таком формате. Так, смотри, уже я вижу какие-то статуеточки. Это какие-то местные цветы. Здесь можно поставить палочки. Смотрите, кажется мне виднеется лик Стасяна. Это призрак Стасяна. Стасян, это ты? Сам туннель. Вот там интересный, где я проходил конференок для вас. Ладно, пойдем. Давайте посмотрим, что есть и здесь. Ну чего-то, нету здесь никого. О, темно, и все. Смотри, там вообще света нет. Ага. Если я сейчас выключу бы вспышку, здесь была полная темнота. И видно коврик мягкий для того, чтобы здесь можно было присесть. Это место для молитвы. Да, и помолиться. Интересно, Саш, а зачем сделали храм в туннеле? Ну, возможно, во время войны нужно было перекрываться. И монахи здесь молились. Здесь, мне кажется, была еще какая-то дверь, но ее заложили. Храм берет свое начало во второй половине 14 века. Долгое время в нем жили монахи. В 19 веке храм стал заброшенным, а грабители прибрали к рукам все его ценности. Спустя время, когда королевство Лана присоединилось к Сяму, начались мировые войны. В 1948 году монахи вернулись в Атумонг и подарили ему вторую жизнь. Вообще, это очень интересное строение такое. И не очень далеко от самого центра Чанг-Мая. И вход бесплатный, абсолютно. Да, это вообще классно. То есть мы ни за чего не платим и как бы пользуемся. Мы можем ходить гулять по такому интересному комплексу. Я такого не встречал в Паттайе. Все, мы, короче, попадаем в полную темноту. Здесь еще отдел для молитв. Еще один Будда. Посмотри, еще какие статуэтчики тут. Ой, вы слышите? Взлетает самолет. И мы как в бомбоубежище при войне. Такое страшное чувство. Над нами просто аэропорт и самолет взлетает. Прям дух захватывает. Как будто там сейчас война и все это на нас рухнет. Ага, есть такое ощущение. Хорошо, что не война. Да. И вот третий туннель. Они все одинаковой длины. Как мы машиной таранились. Тут так же, бум. Вот я лично высотой достаю до потолка. Вот можете даже посмотреть. Вот я врезался и до сих пор еще не до конца вытянулся. А здесь такой, знаете, леденящий хоблок. Так немножечко жутко интересно. Да. Здесь такие же низкие потолки. Видимо монахам не нужно было делать слишком высоко. И они сделали вот так вот низко. Ну, может еще потому что сами тайцы не высокие. Ой, тут какие-то осы летают. Я боюсь. У меня там синая гнездо. Ого. Прикол. Итак, пойдемте дальше. Посмотрим, что у нас есть еще. Смотрите, ребята, мы вышли в джунгли. Ого. Ой, а шлепки. Так, придется босиком идти. Ой, у нас вот этот цветок рос на этом, в кабинете биологии. Это же алоэ. Это не алоэ. Это какой-то другой. Ааа. Вот так вот выглядит этот туннель снаружи. Видно, что кладка кирпича очень старая. Я провожу рукой, тут что-то осыпается. Ладно, не буду разрушать строение. Монах гуляет, думает о жизни. Возможно, думает, ну вот опять приехали блогеры снимать. И здесь такая, видимо, ступа очень огромная. Мы спускаемся к нашим шлепкам. Территория здесь очень чистая. За время нашей прогулки мне в ногу не залезла ни одна заноза. Все прошло гладко. Монахи убирают вон. Монахи, молодые парни. Лет может по 20-25, не больше. О, здесь большие скульптуры. Тоже видно очень-очень старые. Интересно, сколько им лет. Возле храма находится помещение, стены которого украшены сотнями разноцветных картин, изображающих сцены устройства мира и внутреннего мира человека. Эти картины настоящие ребусы, разгадать которые не так-то просто. Иногда увиденное нас просто шокировало. Смотрите, рисунки на стенах. Вообще, в Таиланде никогда не знаешь, что ты встретишь. Тут как-то вообще все странно. Смотри, здесь дети, скелеты. А что делать? Вот этот парень вырывает из задницы корову. Я не знаю, что это. А здесь, видимо, колесо прирождения. Крутое колесо. Я вижу, вот с этой стороны какой-то чертик заходит в дом. А здесь варится, смотрите, грешник, видимо, в агонии. Краткое руководство о том, как гонять дома геккон. Замучили гекконы, берите веник. При храме есть пруд с небольшим парком. Это место отлично подходит для медитации. Приятный тень деревьев, свежести от воды, тишина и спокойствие позволяют вам отвлечься от городской суеты, повседневных проблем и погрузиться в мир гармонии и умиротворенности, открывая в себе все новые грани и ощущения. Я думаю, монахи сюда часто приходят, чтобы помедитировать. Смотрите, сколько здесь голубей. Эх, жалко, я не взяла ничего для голубей. О, тут еще черепахи. Саша, смотрите, вон там вон в пруду это черепахи лазают. Клево. Голубь охотится на черепах. Да? Да, вот он. Да ладно? Да нет, что-то выдумывает. Опасный голубь, он сейчас загрызет черепаху. Да, название для выпуска «Голубь-убийца». Мы приближаемся к мосту голубей. Это опасное место. Посмотрите, какие голуби здесь доверчивы к людям. Я практически могу их коснуться. А я в шоке от этого пруда черепах. Черепах пруд пруди. Их просто киш-мя-кишит. Их тут больше, наверное, тысячи. Черепаха на черепахе, смотрите. Все, вот где вот такие вот штучки, как бы, ну типа клев там, я не знаю, круги на воде, это везде черепахи. Вон, одна вообще выпрыгнула. Голуби так смотрят, думают, может они нам что-нибудь дадут. А у нас ничего нет. Чего они испугались-то? Идите сюда. Смотри, а Дима не собирается летать. Смотри, какой демоблят. Самый наглый, да? Я не улечу. Иди сюда. Он даже, ему косяк взлетает, она бежит от тебя лучше. Сейчас, ой, посижу немножечко. Что-то я вспомнила дом. У нас там тоже пруд. Но там нет черепах. Там маленькая рыбка только. Но по цвету он такой же. Если мы туда с друзьями ходили ловить рыбу, ничего никогда не ловили, но стабильно ходили. Гусь с железной головы. Гусь-терминатор. С языка снял? Ой, там такая черепаха сейчас сидела на этом, на бревне. Вы бы видели, здоровая, больше меня. Ничего себе. Это хлебные корки. Видимо, они любят сэндвичи без корочки. А корочки дают черепахам. Все, друзья, мы закончили прогулку по озеру. Сейчас мы направляемся опять к нашим байкам, потому что смотреть в этом месте, в принципе, больше нечего. А на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok